на самом деле есть удивительный безопасный и легальный гриб который стимулирует нейрогенез он называется ежевик гребенчатый с виду он такой как каскадная белая сосулька и он в абсолютно свободной продаже в магазинах в обычных магазинах ну в бокалейных лавках серьезно ежевик гребенчатый у него очень много названий одной из моих любимых помпон бланк потому что с виду как помпончики чирлидеров и в этом ежевике гребенчатом есть уникальная группа соединений ух красивый они называются эриноцины и херициноны они регенерируют миелин на аксонах нервов этот гриб открыл кавагиша в 1994 году японский исследователь он выдвинул гипотезу что он потенциально может быть профилактикой для лечения альцгеймера мышечной дистрофии и так далее ты его принимаешь я принимаю его каждый день каждый день каждый день в какой-то сырой форме капсулы то есть ты покупаешь их да у нас широкий ассортимент продукции у тебя а где можно купить host defense точка ком host defense точка ком а почему именно вот иммунная защита потому что это часть твоего врожденного иммунитета поддержка иммунитета на самом деле наш основной бизнес на фан джай точка ком я на самом деле его сам занял свое время поэтому очень горд собой стоил мне 25 баксов 1994 год угу ты уже тогда был толковый парень даром времени не терял можно гордиться в общем ежевик гребенчатый безопасен для употребления есть несколько клинических исследований по лечению легкой когнитивной дисфункции но есть два исследования с мышками которые как мне кажется достаточно показательны и это трансляционная медицина то есть эксперименты на мышах можно перевести на людей про то что грипп способствует нейрогенезу мы уже знаем когда появляется альцгеймер человек входит в стадию болезни это целый огромный комплекс но одна из его особенностей это образование амилоидных бляшек демелиинизация нейронов миелин передает нейронный сигнал а когда происходит демелиинизация это разрушение оболочки нейронов вот этими амилоидными бляшками это потом блокирует передачу нервных импульсов возвращаясь к экспериментам с мышами которые мне кажется очень интересными первый эксперимент это эксперимент с лабиринтом мышей поместили на арену где был коридор на одном конце коридора еда на другом ее нет мышки все очень быстро поняли ну то есть ты входишь коридор и если идешь налево там будет еда дальше они ввели им токсичные полипептиды которые вызывают образование этих амилоидных бляшек это нейротоксин очень быстро через недели две или около того у мышей возникла нейропатия они путались и не помнили в какую сторону идти стали наобум но после того как этим же мышам две недели давали эти грибы у них практически восстановилась нервная система после принесения в жертву мышей в первой части эксперимента с демилинизации образованием амилоидных бляшек вторая часть эксперимента ну естественно с под популяцией мышей они обнаружили что миелин восстановился а амилоидные бляшки рассасываются ты имеешь ввиду посмертное вскрытие под принесли в жертву это эвфемизм вместо убийства ну да 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 там на самом деле вскрывали мозги ну да их принесли в жертву взяли репрезентативный образец и определили мол да это характерно для популяции оставшуюся популяцию которая жива кормили грибами обнаружили что они восстановили неврологические функции второй эксперимент который по мне повеселее дело было в японии они поместили на арену где-то сотню мышей и положили игрушку в центр клетки и все мышки оживились они бегали вокруг нее обнюхивали очень оживились и у них были наборы счетчиков которые измеряли количество контактов сколько было контактов с игрушкой пока мышки ее изучали получились отличные исходные данные сотни этих контактов и далее они сделали то же самое ввели им циклопептид нейротоксин и через какое-то время мыши потеряли интерес находчивость упала отсутствие любопытства они положили новую игрушку а им было все равно и они сделали то же самое даже с такими полномасштабными симптомами практически деменция дали им ежевик гребенчатый и через несколько недель когда они поставили новую игрушку они вернулись к нейронормальному уровню пожертвовав мышками они обнаружили что амилоидные бляшки рассосались и миелин восстановился и запустился нейрогенез это умный гриб я убежден что трагедия с которой мы столкнулись как общество что у нас есть люди как ты и люди как я мы все будем страдать от нейропатии у нас у всех есть накопленные за жизнь интеллектуальные знания которые мы начнем терять поэтому в чем потеря общества от старшего поколения забывание не память поэтому я думаю это то что действительно чрезвычайно интересно это не патентоспособно никакого интереса фармацевтических компаний здесь нет но это вещь номер один которые люди могут сделать как я считаю чтобы не только восстановить и сохранить когнитивную функцию но и расширить ее лично я хотел бы чтобы они были легальными чтобы сочетать их вместе сочетать псилоцибин и ежевик гребенчатый я думаю их нужно сочетать и добавлять еще витамин b3 добавление витамина b3 ниоцина у кого-то может появиться ниоциновый румянец если вы примете 200 миллиграмм ниоцина или больше вы становитесь красным начинаете чесаться и нейропатия обычно проявляется с кончиков пальцев на кончиках пальцев ног и рук а что касается вашей периферической нервной системы при нейропатии нервные окончания начинают умирать вспять поэтому моя идея из-за того что псилоцибин и эриноцины из ежевика гребенчатого активируют разные рецепторы если вы сочетаете с неоцином b3 польза в том это все гипотетически но это то что как я думаю точно стоит исследовать то что неоцин может помочь распространять нейрогенную пользу псилоцибин и эриноцинов по всей нервной системе и на самом деле мы планируем провести официальные клинические исследования с ежевиком гребенчатым врачи которых мы подобрали для исследования надежные и тоже мотивированы понимают ради чего это и у них есть собственное финансирование мы исследуем 30 пациентов надеемся 30 пациентов и мы надеемся начать исследование в следующем году будет феноменально посмотреть как он подействует на людей с хте на футболистов боксеров людей с повреждениями мозга во всех сферах да во всех сферах да и польза дело в том что когда у вас депрессия вы не креативны и ваша иммунная система также подавлена вы психологически и эмоционально подавлены и вы не так продуктивны а когда вы счастливы вы креативны и иммунная система у вас лучше поэтому это может иметь основополагающее значение для смягчения последствий заболевания везде это понимаешь существует столько разных примеров как этот поэтому грибы должны быть на первой стадии рассмотрения и и